Друзья, всем привет! Решила записать видео вот прям по горячему. Даже не успели еще, что называется, вернуться домой, только вот приехали в Питер. Читаю ваши сообщения и хочу сразу какие-то внести коррективы. Многие из вас пишут, наверное, существует каких-то два СВО. Вам показали какое-то особое СВО для журналистов, а на самом деле там наши ребята гниют в окопах, есть им нечего, умирают и все в таком духе. Но хочу вам сказать, мы были на Восточном фронте. Про другие я пока не могу сказать. Мы видели своими глазами, мы были на пекарне, хлебопекарне. Мы видели, как тестируют рецепты хлеба, хлеб с чесноком, да, Рома? С морковкой, с чесноком и с луком. И с луком мы пробовали. Ну и, соответственно, простой. Да, вкуснейший хлеб. Нас угощают горячим солдатским хлебом. И он гораздо вкуснее, чем по старинке, как в детстве. Слесный хлеб. Вкус детства прям. На самом деле армия России сейчас настолько все наладила. Вообще. и поставки всего, что необходимо. Фронту помогать всегда надо. Надо. Фронту надо помогать дронами, фронту надо помогать масетками, халатами, Чтоб не было видно, да, тепловизма. И так далее, и тому подобное. Теплоками теми же. всем, что имеет свойство выходить из строя или же использоваться в одну сторону. Но из разряда еда, носки там. Говорите о том, что там их не кормят, это все абсолютная глупость. Нет, пускай носки бабушки вяжут, это тоже очень хорошо. С точки зрения... Да, это душевное тепло, да, я согласна. Но в целом они там одеты, опуты, их кормят, о них заботятся. И все, чем мы лично пользовались, где мы жили, все было с маркировкой армии России. То есть, все это выдается государством и в очень правильном, как бы, в большом количестве. Все нормально. И мыльно-рыльные принадлежности, и все. И у ребят с точки зрения, там, вот вы мне пишите, какие там дороги. Ребят, линия фронта есть, ну, определенная, я не знаю, как это, стандарт, не стандарт, военный. Сколько километров от линии фронта, плюс она двигается. Я говорила про дороги, когда я говорила о том, что те территории, которые становятся территорией Российской Федерации, что... Те территории, которые освобождаются, они моментально начинают восстанавливаться. И дороги, и дома, и фасады, и все, что... Просто с такой скоростью, что шок. Воду, восстанавливают энергоснабжение, где-то газификацию. То есть, реально, техники сейчас на территории... Там круглосуточно идет работа. Больше, чем, наверное, у нас здесь, в Центральной России. Это точно. Абсолютно точно. Там вся страна работает на то, чтобы побыстрее... Чтобы восстановить для людей нормальную жизнь. Это первое. И действительно, там работают все карточки. Там в магазинах есть все необходимое. Да, конечно, мы артисты, мы не военные люди. Мы жили, ну, где-то километров, наверное, за 30-40 от линии соприкосновения. Но ездили выступать мы в разные места. И эти места для нас никак не готовили. Эти места... Вот мы приготовились к концерту, сидим и ждем. И ждем, куда можно поехать, потому что все зависит от ситуации. Но и мы там, где даже жили, мы жили, мы спали одетые. Нас проинструктировали, что в любой момент может быть ракетная опасность, и мы должны будем покинуть помещение, не взяв с собой ничего, кроме паспорта, и просто, ну, очень в быстрые сроки. Поэтому говорить, что мы где-то были непонятно где, у нас все подтверждено документами. Это первое. Второе. Конечно, ребята выезжают с места, где живут, на позиции, отрабатывают, выполняют свою боевую задачу и возвращаются в места, где они живут. Это какие-то лагеря, да? Расположение. Расположение. Кое-какие моменты все-таки я обязательно покажу. Я покажу, как хлеб пекут. И что все в порядке в этом отношении в бытовом плане. Но это не значит, что мы не должны поддерживать морально. Это не значит, что мы не должны отправлять гуманитарную помощь. Это не значит, что мы не должны переживать. И не надо писать, что вы так описываете, как будто бы не поехали на курорт. В смысле, мы описываем то, что видим своими глазами. Что российская армия о своих бойцах заботится. Но, друзья, не надо забывать, что это места, где люди ценой своей жизни защищают родину. И да, там можно погибнуть. Это опасные места. Каждый день там что-то происходит. И это очень все непросто. Поэтому какая бы вкусная еда ни была, и забота, и теплые души, и так далее, конечно, это не исключает того, что после выполнения задания не все могут вернуться. Это факт. Поэтому говорить мне, что вы такое пишете, и так гуманитарку могут не отсылать, а после вас еще все подумают, что они там на курорте. Друзья, всегда можно помочь. Следующий вопрос. По поводу заботы армии о своих ребятах. Вот мы приехали, мы выступили. После нас приехала лектор, читайте лекцию по истории. Дальше мотивационные лекции. Дальше приехала девочка, и был концерт классической музыки, она играла на скрипке. Поэтому типа там они никому не нужны, про них все забыли, кинули в окопах, голодные, холодные. Это все чушь. Во всяком случае на восточном направлении я видела своими глазами в разных абсолютно подразделениях это все неправда. Ребята, во-первых, сами рукастые, они там сами себе и бани строят и вообще облагораживают, потому что они понимают, что они приехали ни на час, ни на два, ни на день, ни на месяц, уже живут там третий год. Поэтому они, конечно же, заботятся о том месте, где они служат. И еще тут пишут типа «А что там мужа не оставили?» Так вот, друзья, знаете, я хочу вам сказать, что не все, кто служит на СВО, являются штурмовиками или танкистами или стреляют из Сан-Ципёка. там очень много разных функций. Так вот, мы с мужем абсолютно по собственному желанию, по воле и заявлению своему, записались добровольцы, это добровольная фронтовая бригада, абсолютно бесплатно. Мы также служим, как и другие. Нас привлекает российская армия, и мы вносим свою лепту в то, чтобы ребятам и ребятам поддерживать, вдохновлять и так далее. То есть, не думайте, что все, кто едут на СВО, они все бегают с автоматом по полю или с гранатой. Нет, там есть и водители, и повары, и техники, которые что-то чинят. Очень большое количество специальностей. Это первое. Второе, конечно же, победа помимо фронта уйдется еще и в ТВ. Если не зарабатывать деньги, не отправлять на фронт необходимые вещи, коих большинство из наших сограждан к сожалению даже не делает, то тогда кто будет работать и зарабатывать деньги. Поэтому говорить о том, что а чего там не остались, почему не остались, мы туда ездим. Как только нас призывают, мы туда ездим. А я, милый год, узнаю, по походу. По походу. По походу. Он носит, носит брючки галлифей. А шляпу он носит на банану. Котиночки он носит на риману. А шляпу он носит на банану. А по походу. Он носит на риману. И мы тоже уносим свою плету, душ, чем мы можем помочь. Если мне скажут, Настя, не надо петь песни, а надо чистить картошку, я сяду и буду чистить картошку. Но пока такой необходимости нет. Поэтому, друзья, чуть меньше агрессии, чуть больше веры в наше государство и в нас, как в народ. И, мне кажется, лучше консолидироваться, объединяться, и тогда мы быстрее в Людем победить, чем писать. Пятая колонна всегда была, есть или будет. Ну и бог с вами. Вас меньшинство, у нас большинство, поэтому русские с нами бог. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова